Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов, но недолго. Я плохо разбираюсь в рекламе Facebook, поскольку никогда в нем ничего не рекламировал. Поэтому незамедлительно передаю слово Анне Контария, специалисту по диджитал маркетингу, которая по просьбе Теплицы сделала для вас курс по рекламе Facebook. Всем привет! Сегодня с вами Аня Контария и сейчас я расскажу вам о том, чем мы займемся в ближайшие 10 уроков на курсе по таргетированной рекламе Facebook. Аудитория соцсетей множится с каждым годом. Это открывает возможность поиска клиентов для абсолютно любой сферы бизнеса, если будет проведена грамотная рекламная кампания. А как именно ее провести, вы можете узнать прямо сейчас. Точнее, прямо сейчас вы узнаете о планах на ближайшие 10 уроков. Курс рассчитан на новичков, и даже если вы никогда не работали с социальными сетями, после него вы сможете запустить свою первую рекламную кампанию. Начнем мы наш курс освоения бизнес-менеджера. Научимся искать все необходимые нам документы, добавлять пользователей, страницы, объекты и рекламные аккаунты. Этот урок полезен даже если вы не планируете настраивать рекламу самостоятельно, а хотите, например, контролировать работу таргетолога. В третьем уроке мы будем учиться выбирать цели компаний и отвечать себе на вопросы, касаемо стратегии рекламы. Грамотно определять цели и влиять на эффективность с первых шагов. Основа знаний по таргетингу — классический стратегический маркетинг, о котором мы будем говорить в этом уроке. В четвертом уроке мы будем учиться выявлять аудитории и создадим сохраненную аудиторию, исходя из тех пользователей, которые взаимодействовали с аккаунтами в Facebook и Instagram. Изучим всю базу и научимся добавлять пользователей из баз и мейл-адресов. Грамотное определение целевой аудитории — это точно половина успеха любой рекламы. Здесь мы учимся не только инструментам сервиса, но и основам выявления целевой аудитории. Дальше я расскажу, как писать продающий оффер, даже если не нужно ничего продавать, как сделать креатив без дизайнера, какие идеи работают здесь и сейчас, а какие уже устарели, как сделать креатив, который не пролистают, без огромных затрат на дизайн. Расскажу про тренды, секреты, плюсы, минусы и подводные камни, как говорится. В шестом уроке мы создадим сохраненную аудиторию и получим комплект аудиторий, с которыми можно работать как профессионал и запускать рекламу за считанные минуты. В седьмом уроке мы проведем тест и запустим первые рекламные кампании, оценим результат и посмотрим на способы оптимизации. Ну и, конечно, мы поговорим о том, как анализировать данные внутри кабинета и как применять их для оптимизации и улучшения качества вашей рекламы и снижения цены. Успех рекламной кампании лишь наполовину зависит от подбора аудитории и рекламного креатива. Вторая же часть заключается в умении анализировать цифры, строить гипотезы и постоянно оптимизировать свои кампании. В девятом уроке мы поработаем с Google Аналитикой без программиста и каких-то больших и сложных кодов, научимся собирать альтернативную аналитику и сравнивать Google Данные и Facebook. Дополнительные сервисы для аналитики нужны нам для более подробного анализа действий наших пользователей, их поведения в сети и возможности более точно собирать аудитории на основании предыдущих рекламных кампаний. В десятом уроке я расскажу, как работать с пикселями Facebook, где это можно делать этично и корректно, а где лучше не стоит. Также вы узнаете про самый быстрый вариант интеграции пикселя. В одиннадцатом уроке мы поговорим о том, как разными способами собирать отчеты и анализировать данные напрямую внутри кабинета, не используя сторонних сервисов. В итоге вы получите полный базовый набор инструментов, который поможет грамотно начать работать с диджитал-рекламой в социальных сетях и станет платформой для дальнейшего совершенствования.